Пока российские автозаводы работают в полсилы или простаивают, иностранные бренды нехотя распродают остатки складов, а транспортные компании привыкают к новой реальности грузового рынка, китайские марки продолжают планировать новинки. В Тульской области началось производство долгожданного кроссовера HVL Dargo, а марка Jack получила сертификат одобрения типа на переднеприводный паркетник S6. А главная новость пришла под самый конец недели с Ульяновского автозавода, но о ней позже. В последнее время АвтоВАЗ больше стоял, чем работал, поскольку на заводе не хватало то одного, то другого. В итоге боссы автогиганта приняли вполне логичное решение перенести трехнедельный корпоративный отпуск на весну. Так, три тольяттинских и один ижевский конвейер остановились 4 апреля, чтобы запуститься 25-го. В течение апреля служба закупок планирует накопить дефицитных запчастей, чтобы на протяжении мая работать без перебоев. Для некоторых компонентов найдены альтернативные отечественные и азиатские поставщики. А вот прогноз на июнь скорее негативный. С 6 июня на производственных площадках вводится четырехдневная рабочая неделя. Понятно, что внезапные каникулы на самом АвтоВАЗе вынуждает остановиться и производителей комплектующих для автомобилей LADA. Будет ли работать ВАЗовский инженерный корпус, не уточняется. Но известно, что сейчас готовятся специальные версии некоторых моделей марки LADA. Это упрощенные машины без подушек безопасности, антиблокировочной системы и с моторами Евро-2. Любопытно, что по Тольятти вовсю ездят автовозы, что перевозят перспективные новинки. Это седан и универсал, которые можно считать идейными преемниками Гранты. Обе машины построены на французской платформе Global Access. Впрочем, выйдут ли долгожданные новинки на рынок в нынешних условиях, целиком и полностью зависит от воли концерна Renault-Nissan. Его боссы хотят избежать резких непродуманных маневров, но гарантировать никто ничего не может. По слухам, КАМАЗ также планировал объявить длинный корпоративный отпуск. Хотя до начала марта предполагалось, что общих каникул не будет вообще, а работники отдохнут по персональным графикам. Но пока грузовой автогигант загружен заказами, для выполнения которых есть необходимый запас деталей. Поэтому весной общезаводских каникул не случится точно, чего нельзя сказать про лето. Конкретное решение будет зависеть от ситуации на рынке Комтранса. Горьковские и Ульяновские автозаводы об отпусках молчат, но теоретически готовы перейти на четырех- или даже трехдневный график работы. В самом начале марта российское представительство Volkswagen остановило производство на своем заводе под Калугой. Тамошний конвейер выпускал модели Polo и Tiguan, а также лифтбеки Skoda Rapid. Одновременно на паузу встала нижегородская площадка группы ГАЗ, где по контракту собирались лифтбеки Skoda Octavia, а с ними родственные кроссоверы Skoda Karoq и Volkswagen Taos. В официальном твиттер-аккаунте тогда было объявлено, что остановка производства связана со спецоперацией России на Украине. После этого никаких комментариев не публиковал ни российский, ни европейские офисы. А вот газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники добавила некоторых подробностей. Оказывается, простой на обоих линиях продлится минимум до 12 мая. Но, возможно, производственный перерыв затянется до июля. Основной причиной паузы собеседник издания называет не политическую повестку, а логистический кризис. Якобы необходимые комплектующие зависли на польской границе, которую сейчас чрезвычайно трудно пройти. И поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша грузы пропускает крайне избирательно, рассматривается вопрос доставки комплектующих через Стамбул. Эту схему планируется отработать до конца весны, чтобы летом, скорее всего в июне, запустить и автосборочные, и моторные заводы. Теоретически есть вероятность, что российские активы «Фольксвагена» могут быть формально переданы новому владельцу. Либо концерн просто закроет глаза на возобновление деятельности на территории России. В любом случае подтверждения этой информации со стороны самого концерна нет. И состояние подвешенной неопределенности – самое печальное во всей этой истории. Кстати, производственный партнер «Фольксвагена» группа «Газ» похвасталась своей собственной автоматической коробкой передач. Она разработана силами компании «Нижегородские моторы», которая вскоре должна наладить и выпуск этого агрегата. Оказывается, автобусы из семейства «Вектор», оборудованные такими автоматами, вот уже как два года наматывают тестовые километры по маршрутам Нижнего Новгорода. На сегодняшний день они прошли около 90 тысяч километров. Как отмечает пресс-служба группы «Газ», ей уже получено одобрение типа транспортного средства на двухпедальные грузовики «Газон-Некст», а также автобусы «Вектор» и «Вектор-Некст». Правда, старт производства таких версий по известным причинам, скорее всего, придется отложить. Куй железа пока горячо, считают китайские автопроизводители и продолжают насыщать российский рынок новинками в отсутствии конкурентов. В Тульской области началось производство кроссовера «Хавейл Дарго». Его название производитель интерпретирует как «Dare to go», то есть рискнуть и пойти. В родном Китае машину именуют «Дагоу» — «большая собака». По габаритам машина напоминает актуальный «Хавейл F7», разве что колесная база на дюйм длиннее, да клиренс на сантиметр больше. Однако представители марки добавляют, что «Дарго» должен хорошо показать себя на бездорожье. Впрочем, базовым машинам отряжен привод передний. У обоих исполнений под капотом упрятаны два турбированных литра, а с ними, как это любят китайцы, преселектив. В обширном списке опций весьма любопытным кажется наличие адаптивного круиз-контроля, который можно засчитать за автопилот второго уровня. Он включает продвинутый процессор, а также сразу 14 радаров и 5 камер. О ценах говорить рано, но очевидно, что новичок окажется дороже модели F7, которая с полным приводом ныне стоит по 3 миллиона рублей. Еще одна потенциальная новинка от абсолютно неизвестной обывателю китайской марки «Сэхол», за которой на самом деле стоит концерн «Джак». Поэтому на российский рынок кроссовер «Сэхол QX» выйдет как «Джак С6». Спешно переименованный QX – это машина формата «Хёнде Туссана», построенная на свежей «Джаковской» платформе. Ей полагается полуторалитровый турбомотор отдачей под 200 сил, с которым могут работать шестиступенчатые «Механика» или «Преселектив». Привод только передний, хотя сзади установлена честная многорычажка. Кстати, мы так уверенно описываем характеристики, поскольку модель успела пройти обязательную сертификацию, и значит, старт продаж не за горами. Опять же, сертификат подсказывает, что российский офис поднебесной марки применит знакомую логистическую схему. В Россию «Джак С6» планируют завозить из Казахстана, где и наладят выпуск этих паркетников. Удивительное рядом. В одном из пабликов соцсети ВКонтакте один из пользователей написал, «Мой папа работает на Ульяновском автозаводе, и сегодня через конвейер прогоняли такую машину». Своё сообщение юноша сопроводил парой фотографий. На этих снимках действительно виден УАЗовский конвейер. Не узнать линии, где делают патриоты и хантеры, просто невозможно. А вот верификация загадочной модели потребовала некоторых усилий. На наш взгляд, на снимках изображён кузов «Черри Тига-8». И, видимо, китайская марка всерьёз планирует выпускать этот кроссовер на мощностях УАЗа. А для этого как раз нужна пробная прогонка. О планах сотрудничества Ульяновского автозавода с китайской компанией мы узнали после встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином на открытии Пекинской Олимпиады. Но до сих пор мы сомневались, способен ли Ульяновский автозавод делать какие-либо машины, кроме равных. Так или иначе, комментариев ни от УАЗа, ни от «Черри» пока нет. Но достоверность фотографий не вызывает никаких сомнений. Главное, чтобы их автора не уволили после того, как начнётся неизбежная теперь шумиха. Правительство Японии утвердило запрет на экспорт люксовых товаров на территорию России с 5 апреля. И в том числе автомобилей. Единственный критерий люксового автомобиля — это цена. Запрет касается машин стоимостью от 6 миллионов иен. Это примерно 50 тысяч долларов или 3 миллиона 700 тысяч рублей по текущему курсу. Ограничения коснутся новых и поддержанных экземпляров авто, сообщает японское издание Nikkei. Новые санкции сильно усложняют работу японским маркам в России, которые ранее уже лишились возможности завозить автомобили дороже 50 тысяч евро из Европы и вообще все автомобили со своих заводов из США. От американских запретов пострадал, например, едва вышедший на российский рынок Nissan Pathfinder. Теперь же под ограничения попали, собственно, японцы. Но главный удар нанесён по Тойоте и Лексусу. В московском офисе компании Toyota Motor отказались комментировать ситуацию. Но очевидно, что поставки большинства Лексусов станут. Можно предположить, что жертвой санкций станет и Toyota Land Cruiser 300. Впрочем, дефицит этих машин и до сих пор был чувствителен. Интересно, что японский запрет не предусматривает исключений. Помимо России, аналогичные требования распространяются на Белоруссию. В люксовом сегменте ситуация критическая. Майбахи и Бентли, не говоря про Роллс-Ройсы, теперь тоже придётся завозить окольными путями. Либо отечественному истеблишменту предстоит за собственные деньги оценить, насколько толковым вышел российский Аурус. Компания уверяет, что уже увидела заметный рост популярности седанов Сенат. При этом Аурус готов выпускать столько машин, сколько потребуется покупателям. Хочется верить, что это так. Ведь мы, побывав на заводе, где делают Аурусы, своими глазами видели надписи Made in Germany на отливках блока цилиндров. И прекрасно знаем, что наша коробка передач КТ почти целиком состоит из импортных комплектующих. В этом нет ничего зазорного. С покупными деталями работает весь мировой автопром. Но сейчас под давлением санкций европейские партнёры могут прекратить поставки необходимых компонентов. А искать антисекционные замены слишком сложно и дорого. Покупку премиального автомобиля можно отложить до лучших времён, когда рынок найдёт способы обхода санкций. С грузовиками так не получится, ведь возить грузы нужно здесь и сейчас. А большинство грузовых марок остановили импорт техники и запасных частей до особого уведомления. На дилерских складах пока есть запас деталей, но очевидно, что скоро он иссякнет. Что будет дальше, не знает никто. Аккуратно предположим, что станции начнут ставить неоригинальные запчасти вопреки стандартам производителей. Но сохранится ли тогда заводская гарантия? Единственное, что уже понятно, это то, что обслуживание грузовиков в марте подорожало на 60%. Такие цифры телеканалу Автоплюс предоставило сообщество топ-менеджеров логистических компаний. При этом фирменные сервисные станции прекратили ремонтировать грузовики по сервисным контрактам. Там называются договоры, по которым покупатель на годы вперёд фиксировал стоимость будущих ремонтов. Сейчас, чтобы отремонтировать или обслужить коммерческий транспорт, СТО требует от владельца или лизингополучателя стопроцентную предоплату работ и запчастей. И не начинают ремонт, пока деньги не поступят на счёт станции. Такую практику отныне применяют Вольва, Скания, Мерседес-Бенц, Ивека и Ман. Кстати, грузовики этих марок за первый весенний месяц успели подорожать вдвое. А немногочисленные российские и китайские аналоги потяжелели на 60%. Понятно, что желающих купить новый тягач или самосвал стало меньше. Вдобавок, после введения Центробанком 20% ключевой ставки парализована система лизинга. Брать машины под такие проценты – чистое самоубийство. При таких жёстких водных себестоимость транспортировки грузов уже подскочила на 10-12%. И чтобы транспортники смогли выжить, они просят государство поддержать сферу льготами и послаблениями. Например, просубсидировать кредиты на пополнение оборотных средств, выплаты лизинговых платежей и покрытие кассовых разрывов. Международным перевозчикам нужно, чтобы Центробанк закрепил максимальный размер горжевой разницы между курсом покупки и продажи валюты. Отмена транспортного налога, приостановка утилизационного сбора и ослабление контроля за весом и габаритами тоже пойдут на пользу. Все эти предложения направлены уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей Борису Титову. Под ними подписались такие гиганты грузоперевозок, как ПЭК, ГЛТ, Альтика-М, СПАК, а также Дентра.